Hello everyone! Today's our grammar topic is going to be past continuous. Сегодня у нас грамматическая тема будет past continuous. Очень похожее время на present continuous. Но past continuous употребляется тогда, когда мы говорим о действиях, которые происходили в прошедшем. Past continuous сам по себе переводится как прошедшее, продолженное время. То есть действие было в прошедшем, оно уже закончилось, но оно было в процессе. В процессе промежуток какого-то времени. Когда мы его используем? Мы можем сейчас посмотреть на утверждение, отрицание и вопросительную форму этого времени. И затем перейдем к случаю, именно когда нужно использовать past continuous. Окей, посмотрите, пожалуйста, здесь у нас утвердительное предложение. Например, я работала, I was working. То есть если бы я уже закончила работу, или бы я проработала, то было бы здесь I worked. А так как нам здесь важен процесс, что я работала, в течение какого-то часа будет I was working. Формула у нас здесь местоимение, к нему добавляются все глаголы to be в прошедшем времени. То есть какие они? Это was и were. Либо здесь можете посмотреть на форму, это to be плюс к нему глагол с инговым окончанием. Можно перейти на следующий, то есть вы работали, либо ты работал, you were working. Он, она, это, к нему добавляется у нас один вспомогательный глагол was. То есть он работал, he was working, она работала, she was working, это работало, it was working. А если мы работали, либо они работали, то у них вспомогательный глагол were для множественного числа. We were working, they were working. Можем теперь перейти на отрицательную форму этого же времени. Отрицание в английском языке строится с помощью добавления частицей not к вспомогательным словам. Здесь у нас вспомогательные слова was и were в прошедшем времени. К ним добавляем not. Я не работал, I wasn't working. Вы не работали, you weren't working. Он не работал, he wasn't working. Она не работала, she wasn't working. Мы не работали, we weren't working. Они не работали, they weren't working. Вместо слова word мы можем поставить любой глагол и добавить к нему окончание ing, ing, читается. А если мы задаем вопросы? Вопросы задаются в английском языке очень типично. Для всех предыдущих времен, которые мы с вами по видеороликам смотрели. Либо видео, которые вы будете дальше смотреть. Вопросы у нас все берем вспомогательные слова и вставляем вперед местоимение. Здесь вы можете посмотреть вопрос. Вы работали вчера? Were you working yesterday? Что он делал вчера в 5 часов дня? Допустим. What was he doing at 5 o'clock yesterday? У нас здесь добавился вопрос как what, можем добавить where, why и так далее. Перейдем к использованию. Когда используется pass continuous? Pass continuous используется тогда, когда мы обращаем внимание больше на процесс, который происходил в прошедшем. И он используется вместе с pass simple, прошедшее время. То есть вот это время, pass continuous. Например, I was having shower, я принимала душ, when he came home. Когда он пришел домой. Именно прервается это одно действие. Прерванное действие в большинстве случаев используется во времени pass continuous. А тот человек, который прервал это, используется во времени pass simple. И есть ключевые слова, которые часто используются именно для pass continuous. Они являются when, когда, либо while, в то время как. Здесь я вам привела несколько примеров. Первое. I was watching TV, when my mother came. Я смотрела телевизор, когда моя мама пришла. Здесь у нас pass continuous, здесь pass simple. Второе предложение. We were having dinner, while he called me. То есть мы именно сидели, ужинали все вместе. В то время как, прервая это действие, он позвонил мне. Вот эти основные случаи употребления pass continuous. Смотрите наши ролики, видеоролики в нашей группе ВКонтакте. Можете зайти в study time. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.